Добрый день! Отвечаю на вопрос Вадима Козловского по поводу, можно ли во время проблем с сердцем заниматься ходу и насколько это опасно, ведь нагружаться приходится по полной. Принципиальное отличие ходу от всех остальных гимнастик, помимо отказа от внешнего тягощения, это еще и наличие подсознательной регуляции. Суть в том, что подсознательная регуляция является настолько совершенной, насколько совершенны являются наши двигательные функции, насколько они востребованы. То есть, если человек никогда не занимался чем-либо, его организм, его регуляция понятия не будет иметь, как реагировать при той или иной нагрузке. Если вы никогда не поднимались на 10 этаж, мой любимый пример, он не будет знать, как себя вести при подъеме на 10 этаж. Так вот, если вдруг вы никогда не поднимались на 10 этаж и нужда вас заставляет это сделать, вполне возможно, что наверху вы получите сердечный приступ. Но в ходу построено по-другому. Если вы этого никогда не делали, вы себя никогда не перегрузите. Это надо хорошо понять. Если ваше сердце не готово к выполнению какой-то нагрузки, оно не напряжется. Если ваш мозг не в состоянии проконтролировать напряжение огромной массы мышц, которые тренируются в ходу, он просто не выдаст соответствующие нервные импульсы. Если ваши волевые качества не позволяют вам бежать под напряжением одновременно, скажем, бицепс и трицепс, то вы их не напряжете. И опять-таки, это уменьшит нагрузку на организм. Любой элемент неготовности вашего организма к выполнению этой тренировки послужит ограничителем нагрузки. Поэтому вопрос о том, что вы работаете по полной, нужно рассматривать только с относительной точки зрения. Вы работаете по полной, но ровно насколько ваш организм способен эту нагрузку вынести. То есть, если бицепс способен развить 100 килограмм, например, а трицепс сам по себе способен развить тоже 100 килограмм, то в сумме получается вроде бы 200. Но как только вы пытаетесь напрячить две мышцы одновременно, сустав должен получить удвоенную нагрузку, а он не способен этого сделать. В итоге что? Ваш сустав ограничит нагрузку. Если ваше сердце не способно прокачать двое большее количество крови для обеспечения работы этих двух мышц, оно ограничит нагрузку. Если у вас недостаточно гормонов в крови было вброшено для того, чтобы обеспечить работу этих двух мышц, оно ограничит нагрузку. Любое слабое звено, которое есть в вашем организме, относится это к физиологии, либо относится это к психической составляющей, так оно ограничит нагрузку. Поэтому тут можно не беспокоиться. Естественно, что есть правила. Любая технология подразумевает выполнение определенных правил. Если вы их выполняете, тогда все нормально. Если нет, никто вам безопасности не гарантирует. Например, какие-то правила. Это замедленное движение с напряжением. Вы напрягаете мышцы, например, плавно в одну сторону, плавно в другую. Это гарантирует, что даже при проблемной шее вы никогда себе ничего там не травмируете. Вы можете травмировать просто резким поворотом головы. Если у вас остеофиты на шейных позвонках, соляные отростки, они могут вам просто повредить ваши ткани. Это будет дикая боль, потом обезболивающие и длительный этап восстановления. В ходу, если вы выполняете технологию правильно, травмировать себя невозможно. Потому что подсознательная регуляция при здравом отношении к самому себе травмировать себя не дает. Это раз. И во-вторых, если сердце есть ваше слабое звено, то оно будет нагружаться максимально во время тренировки. То есть, если именно оно ограничивает нагрузку, а все остальное замечательно, оно будет развиваться во время тренировки. Вы сами почувствуете, насколько меньше вы начнете утомляться спустя, скажем, пару недель тренировок. Насколько более работоспособными будете себя чувствовать в течение всего рабочего дня. Вот так. Всего доброго. Спасибо за вопрос. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.